Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Алина Осокина. Я расскажу вам о книге Илза Лиепа «Вселенная русского балета». Илза Лиепа – российская и советская танцовщица, представительница балетной династии Лиепа, солистка Большого театра, основательница и руководитель Русской национальной балетной школы. Илза Лиепа родилась в семье, где жили и дышали творчеством. Ее отец Марис Лиепа – прославленный танцовщик, а мать Маргарита Жигунова – актриса театра имени Пушкина. Творческая биография Илзы началась в юном возрасте. Уже в пять лет девочка дебютировала на сцене Большого театра. А после окончания хореографического училища Илза Лиепа вышла на сцену Большого театра в качестве солистки. Балерине доверяли наиболее ответственной партии, требовавшей немалого мастерства. Ее увидели в характерных ролях постановок Кармен, Хованщина, Тревиата, Иван Сусанин. О нем много говорят. Он часто бывает в центре громких интервью и по-прежнему интересен, чем бы ни занимался. Он мог бы танцевать еще очень долго, но решил, что ему интереснее заниматься педагогикой. Колец Искорид зародился в Тбилиси 31 декабря 1973 года. Господь дал ему потрясающий дар – удивительные способности для балета. На протяжении многих лет, в день своего рождения, он делал новогодний подарок и поклонницам, и себе, танцуя принца в балете щелкунчик на сцене Большого театра. Коля поздний, желанный, долгожданный ребенок. Его мама не имела прямого отношения к искусству, была учительницей. Он родился в грузинской интеллигентной семье. Это значит, что в доме бывали редкие, удивительные люди, что дети росли в гармоничном творческом пространстве, окруженный хорошей литературой, хорошей музыкой, хорошими театральными постановками. Все это создавало атмосферу, в которой развивался его дар. Он и правда как будто специально был создан для балета. Мальчик обладал потрясающими способностями – шагом, выворотностью, подъемом, удивительным сложением. Идеально выточенная линия ног и эта прекрасная непокорная копна волос, которая так красиво развивалась на сцене. Николай Искорид задали в Тбилисское хореографическое училище, директором которого в те годы был Вахтанг Чебукиани. И начался божий промысел. Череда поразительных встреч. Знаковые для мирового балета имена стали очень близки Коле и много значили в его жизни. Вахтанг Чебукиани – это самое начало Тбилисское училище. Потом переезд в Москву. Московское хореографическое училище Коле окончил в 1992 году. Его педагогом был Петр Антонович Пестов, из класса которого вышли многие звезды. Когда Коля сдавал финальный экзамен по балету, сидевший в зале Юрий Григорович произнес знаменитую фразу «Грузину пять и в большой». Так Николай Искорид застал артистом Большого театра. Поначалу были небольшие партии, как у каждого молодого танцовщика. Но не заметить Колю было невозможно. Чтобы он не танцевал, французскую куклу в «Щелкунчике» или «Голубую птицу» в балете «Спящая красавица». Вскоре состоялись его сольные дебюты. В Большом он перетанцевал практически все, да еще и с прекрасными балеринами, которые вводили его в спектакли. Это и Надежда Павлова, и Надежда Грачева, и Наталья Архипова, с которой Николай первый раз танцевал в «Щелкунчике», уже как принц. Среди его ролей – Ферхад в балете «Легенда о любви», Солор в «Боядерке», граф Альберт в «Жизеле», Жан-де-Бриен в «Раймонде», принц Дезире в «Спящей красавице», Джеймс в «Сельфиде», Паганини в одноименном балете, солист в балете Шопиньяна. Танцевал он много и, конечно, сразу стал любим публикой. Говорить о Цискоридзе можно бесконечно, но мы остановимся на тех судьбоносных встречах, которые способствовали его творческому росту. Марина Тимофеевна Семенова – выдающаяся русская балерина и знаменитый педагог, которая много лет вела женский класс в Большом театре. Однажды пригласила Николая позаниматься к себе. Он пришел в женский класс и действительно стал там заниматься. Для балетного театра это нетипично. Обычно женщины ходят в мужской класс, но чтобы наоборот, наверное, это был первый такой случай. Зато сегодня это стало традицией, начало которой положился Цискоридзе. У Семеновой было чему поучиться. Ее класс – выдающийся по концепции. Напомню, класс – это те упражнения, которые любой артист балета должен делать каждый день. Это гимнастика, без которой балетного артиста просто не существует. Примечательно, что Николай Цискоридзе стал не просто учеником Семеновой. Спустя несколько лет она доверила ему свой класс, когда по состоянию здоровья уже не смогла приходить в театр. Удивительная встреча произошла и с Галиной Сергеевной Улановой. Она увидела Николая в Сельфиде и сказала, что роль не сделана, надо бы еще поработать. На следующий день, когда Коля увидел свою фамилию в расписании рядом с фамилией Улановой, им дали репетицию, его сердце едва не остановилось от волнения и восторга. Галина Сергеевна любила репетировать с Цискоридзе. Она приготовила с ним номер «Нарцисс» и шлифовала партии, которые он уже танцевал. И это несмотря на то, что его педагогом в театре был Николай Фадеевичев, знаменитый танцовщик и педагог когда-то сказал Цискоридзе, если будешь слушаться и не будешь капризничать, буду с тобой работать, а будешь капризничать, не стану. Потом Цискоридзе много лет слушался Николая Борисовича и работал с ней. Стоит отметить, что Николаю Цискоридзе повезло на хореографов. На него ставили Владимир Васильев, Борис Эйфман, Пьер Лакотт. Он танцевал в уроке Флеминга Флинта, танцевал в постановках Джона Нормайера и, конечно, в спектаклях Ролана Пяти. Пяти был влюблен в Цискоридзе танцовщика и с удовольствием ввел его в собор Парижской Богоматери, когда этот спектакль шел на сцене Большого театра. Вот какие отзывы оставляют наши читатели. Как же мало подобных качественных книг для любителей балета. Сразу видно, что автор не просто журналист-исследователь, а живет благородным танцевальным искусством и посвятил ему всю свою жизнь, как на сцене, так и после нее. Эта книга – настоящий подарок для любителей искусства, который рассказывает судьбу удивительных людей, чьей след остался в истории не только русского, но и мирового балета. Радует, что книга включает в себя иллюстрации. Рекомендую прочитать всем поклонникам балета. Книга очень понравилась. Биографии самых разных артистов русского балета глазами человека, который разбирается в балете, живет и дышит своим делом. Вообще для себя узнала много нового про таких известных лиц, как Галина Уланова и Лина Зубковская. Вдохновляющая книга. Для тех, кто интересуется русским балетом, рекомендую. Я прочитала книгу и нисколько в ней не расчаровалась. Написана простым языком, но очень интересно. Читала в захлеб. Книга вдохновляет, хочется читать еще, особенно когда читаешь о людях с мировым именем. На гастролях в Японии и во Франции Николай танцевал «Юношу и смерть». Именно на него пяти поставил балет «Пиковая дама», который, я считаю, стал вершиной творчества танцовщика Николая Цискоридзе. Как и многие артисты балета, в середине своей карьеры Цискоридзе почувствовал невероятный голод к работе. Время уходит быстро, а так много еще хочется сделать. И тогда начались его поиски, которые дали изумительные результаты. В Мариинском театре он танцевал балеты, желанные для многих исполнителей. Среди них драгоценности Баланчина, Манон английского хореографа Кеннета Макмиллана. Также Цискоридзе стал участвовать в проектах фонда Мариса Лиепы и моего брата Андриса. Он блистательно станцевал после полуденный отдых фавна, шахеризаду, балеты «Синий бок» и «Видение розы». За границей Цискоридзе представляли как мегазвезду, и это высокое звание он оправдывал каждым своим появлением на сцене. Возможно, дело в том, что в грандиозных гастролях Большого театра, сколько ни был хорош исполнитель, он все равно один из, один из знаменитой на весь мир труппы. А в проектах «Русский сезон XXI века» Цискоридзе был звездой в подлинном значении этого слова. Всегда прекрасен, всегда на вершине мастерства, и всегда его восторженно принимала публика. Коля первым примерил на себя костюм Вацлава Нежинского в балете «Синий бок», потому что после Нежинского этот спектакль никто никогда не танцевал, да и хореография не сохранилась. Но Андрис Лиепа возобновил этот спектакль, обращаясь к идее, к памяти о нем. Прекрасно, что Андрис дал балету новую жизнь, хотя бы ради того, чтобы увидеть Цискоридзе в партии «Синего бога». Красивое тело, благородное лицо, изысканные движения. Это зрелище завораживало. С легкой руки моего брата мне посчастливилось много танцевать с блистательным колец Цискоридзе. Первой нашей совместной работой был спектакль-балет на музыку Сергея Рахманинова «Маэстро», поставленного Вероникой Смирновой. Спектакль был потрясающий. Оркестром театра «Новая опера» дирижировал народный артист России Евгений Колобов, а партию фортепиано исполнил народный артист России Николай Петров. С этого спектакля и началась наша дружба с Цискоридзе. Также остались прекрасные воспоминания о том, как мы готовили шахерезаду в Риме. Мы с Колей жили вместе в одной маленькой квартирке на улице Сфорца. Много общались, хохотали, готовили ужины. Вместе ходили на репетиции, занимались в классе, делали друг другу замечания, если что-то не удавалось. А потом шли в кафе, где Коля неизменно заказывал пирожные. А я сидела грустная и пила зеленый чай, потому что пирожные позволить себе не могла. В день премьеры Коля сказал, послушай, сегодня спектакль, подними себе настроение, съешь уже пирожные. И мы вместе ели пирожные и были очень счастливы, прямо как в моей сказке «Булочки», где звучит вопрос, едят или не едят балерины булочки. Балерины булочки едят, но осторожно, так, чтобы булочки не съели балерин. Нас связывает много прекрасных воспоминаний. И, конечно, работа над балетами «Пиковая дама» и «Синий бог». Иногда работа была непростая, мы могли и поспорить, но в наших отношениях это ничего не меняло. Мы очень уважаем и любим друг друга. Коля Цискоридзе – редкий эрудит. Он многим интересуется, много знает, глубоко и серьезно, и прежде всего хорошо разбирается в том, что касается искусства в целом и искусства балета в частности. Поклонники обожают наблюдать за ним, где бы он ни появлялся. Благо телевидение предоставляет такую возможность. Мне нравится, что он безудержен, пробует многое и все ему удается. Теперь Николай Цискоридзе вступил в новый этап своей многогранной и яркой жизни. В конце 2014 года его избрали ректором Академии русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге. На его плечах лежит огромная ответственность за молодое поколение артистов балета, которые еще только начинают свой путь. Это трудно и очень интересно. Наверное, мы чувствуем друг друга и хочется пожелать Николаю Цискоридзе новых вершин в творчестве и жизни. В истории русского балета, а она переполнена блистательными именами, выделяются три особых имени – Анна Павлова, Галина Уланова и Майя Плесецкая. Они стали символами русского балета еще при жизни. Сердцами поколений владели также Мария Тальоне, романтическая балерина XIX века, или, скажем, Рудольф Нуриев, русский танцовщик, ставший гражданином мира. Но на самом деле их не так много, не меркнувших на века звезд балетной сцены. О Галине Сергеевне Улановой, одной из ярчайших исполнительниц в мировом искусстве, сохранилось множество отзывов современников. Даже те, кто видел ее всего один раз, всегда с восторгом вспоминали ее легкий и вдохотворенный танец. Сергей Брокофьев сказал, Галила Уланова – гений русского балета. Его неуловимая душа, его вдохновенная поэзия так и есть, к этим словам нечего добавить. Борис Пастернак – человек совсем не сентиментальный и не побоялся признаться, что плакал в Большом театре на спектакле «Золушка», когда Уланова была на сцене, а Алексей Толстой назвал Уланову обыкновенной богиней. Это определение стало крылатым, возможно, потому что в нем выразилась суть ее искусства – высочайшая одухотворенность, удивительная изысканность, гармония во всем и при этом непосредственность, которая дана лишь гений. Святослав Рихтер и Дмитрий Дерлиак говорили, Уланова открыла нам балет, она заставляла о себе думать и думать, вызывала благоговение и признательность. Когда Уланова перестала танцевать, мы перестали ходить в балет. А когда Галина Сергеевна узнала об этом, она произнесла – напрасно. И в этом напрасно тоже личность Улановой. Напомню, что Святослав Теофилович Рихтер не очень жаловал балет. В его дневниках есть высказывания о том, что хореография в «Спящей красавице» мешала ему слушать гениальную музыку Чайковского. Поэтому то, что он воспринял балет через Уланову – ее огромные личные достижения. В 2014 году артистка выступила в новом для себя амплуа писательницы. Герои театральных сказок – это предметы, связанные с миром балета. Туфельки, балетные пачки, предметы реквизита и сценические декорации. В 2018 и 2019 годах увидели свет и другие книги автора, в которых она рассказывает о мире балета. «Вселенная русского балета» – это увлекательный рассказ о творческих судьбах выдающихся балерин, танцовщиков, хореографов классического танца, о тех, кто до сих пор олицетворяет собой гордость не только русского, но и мирового балета. В своей новой книге их залиепы представляют таких ярчайших звезд балетного искусства, как Наталья Дудинская, Вера Карали, Галина Уланова, Николай Цискоридзе, а также легендарные балетные постановки Байдерко и Раймунда. Книгу вы найдете в отделе литературы по искусствам нашей библиотеки. А вы читали «Вселенную русского балета»? Делитесь в комментариях.